25 сентября я вышел на поле Игорь Барабаш косит овес батюшка приехал вон стоит за вез там видите обучится отец везет запaboе Виктор, надо барабаш там шапкой видать. Это где мы находимся сейчас, это вот Володя Устинова, дом с этой, с обратной стороны деревни, это вот Павлов, это вот изба, вот он, это Устин, вот это. Это вот у нас такое солнце, заключенное, вот, это там он видать далеко, единственная лиственница, мы про нее рассказывали. Вот, ему надо разгружаться. О, транспорт пришел, это наш транспорт. Барабаш. Комбайнер тоже будет. Комбайнер. 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 А это селосные ямы Копали холмы Так и остались Это рядом Красная это осина Вспыхнула Видите какая красота Желтая Зеленая Это рядом березка растет Моего дяди А там гречишное поле Игоря Барабаша Готовая сези Готовая сези А ему сколько надо сделать вот так чтобы набрался бункер Бункер Круг Сюда сюда А туда сюда Это сейчас какое зерно выбирает? Овес Овес да Он говорит Вчера брат Виктору рассказывал Говорит Взял с собой картоночку Слово боже заучивать Решил В комбайне? Да в комбайне А только сел Рычаги разные смотреть надо Жадку надо смотреть Тут смотреть Там слушает Что где стучит Брякает Уже все Какой тут заучий А он думал Я сейчас тихонечко буду ехать Но он видимо как за рубежом На комбайне Сидят спокойно И он так же решил Здесь не усниваж Здесь не усниваж И он приходит За голову держится Говорит Все гудит Говорит в голове Вот так вот Это те говорит Володя Ничурки колоть Бывает по-моему Чистик ездит Ладно днем На ночь Пускать Ну Ну ему что Сегодня уже не в школу Завтра Может и ночью Да Слава Богу Господь дает погоду еще Мы сейчас С машины не снимали Хотя там лесенки нету Лесенки нету Кузов Да Все эти дела Господа Вот так происходит выгрузка С машины Кузов А чем она так моторила а раньше работал после 9 класса в школе 25 лет назад 25 лет прошло ну и как навык вспоминается по малейку конечно опыт слава богу пока не ломаемся Игорь Исааш пошел ремонтировать второй комбайн Енисей он приобрел ничего в этом году летом если два комбайна то мы быстрее уберем он видишь земли набрал сколько когда низко слишком жарко вот этот он 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 не он 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 л Ländern Растительности нет. Раньше в советское время обучение на комбайне, там, на тракторах это было здорово поставлено. Специальный предмет трактора назывался. У кого-то было автоделание. Изучали устройства, управление, вождение сдавали. На тракторах МТЗ-80 колёв, Т-4 босиничные. На комбайне, в горку, художая работали. По тем временам, хорошо зарабатывали. За две недели можно было тысячи рублей. Ну, сколько намолачили. У меня комбайн был. Старистик был. Только тут много мне намолачили. Работал только 1250 рублей. А булка хлеба серая 16 копеек стоило. Столько можно было хлеба взять. Я сейчас только не возьму на свою учительскую кишечку и зарплату. Белый 20 копеек стоил. Только в семьсотах ездили. Не просто катались, а именно на полях. Отгущения и прочее. Я сейчас не помню, какие операции были. У нас хорошо было поставлено обучить сельскохозяйственным круженькам, работникам, чтобы население осталось и работали. А потом перестройка пошла. В 90-е лети. С молодым поколением стали вдалкивать, что не надо работать. Город езжай, там легкий способ зарабатывания денег. На селе да и раньше были, но потом особенно в 90-е. Будем спиваться стали. Некому работать на полях. Оградная такая держава, индустриально оградная. Поля огромные, самые большие в мире. И те, кому работают на полях, пришло вопрос. И так Господь делали. По картине нашей все приветствовали и пославляли славу КПСС. По славу единому Богу и КПСС, и Ступной партии. Вот и все рухнуло. Сейчас повторяет Бурджи эту ошибку. Слава Украине! Слава Хрисуна! Слава Единому Богу! Слава Единому Богу! Слава Хрисуна! Слава Хрисуна! Слава Хрисуна! У нас было двух бункеров Вот это вот мы вчера намолодели. От этой черты до этой. Можно посчитать. Двенадцать бункеров вчера намолодели. А вот это сегодня. Раз, два, три. Три с половиной. Слава Хрисуна! Раз, два, три, четыре... Ф 불�場а! Слава Хрисуна! Галочка такая победа. Раз, два бункера. так по-моему мы три бункера пошли вот отмечаем учет, что у нас комбайнер это учетчик и сам ремонтник все у вас в лице это труд благословенный, Господь говорит в Сирах 7.15 не отвращайся от трудной работы и от земледелия которое очень ждено от Вышнего, не отвращайся а сейчас наоборот люди стремятся не работать, деньги получают на ленивый подобный Воловьев пометов в Сирах 22.2 я в школе работаю, 12 лет, но детям и говорю, что если три двойки получаете, все, в Сирах 22.2 да, а вот и котлов посмотрите на лепешку коровичку так все Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Сейчас пойдем к Сергею Козлову. Сегодня должно быть по скайпу. Я поверну даже маленько. Вот так. Правильно, неправильно. Столбы тут ставили. Войти нажмите. Сейчас войти нажму. Я не вижу ее даже пьем. Правильно, неправильно. Посмотреть. А то, может, Сергей что-нибудь еще сказал. Назначена через полчаса у нас встреча. Уже 5 минут седьмого. Ну, все пораньше маленько вечера. Я все каждый раз говорю, что настоящий интерес там, где ты участвуешь. Ну, так-то в интернете вот приходят, там ругаются друг за другом, фотография нравится. Сами-то ничего дать не могут. Даже фамилии своей нету. Даже фотографии своей нету. Вообще считаешь, что вот что-то рассуждает, говорит. А что рассуждать говорить, когда ничего нету? У нас сегодня крестовозвиженская община в Барнауле. А завтра у ней престольный праздник. Завтра везде постный день. Ну, постный. А у нас там рыба разрешается. А вот в Потеряевке нет. Даже это и то интересно. Одни и те же люди. Вот они вчера не могли еще принадлежать той общине. А сегодня поехали туда и оказались там. Тоже ничего нет. А вот завтра, если они окажутся, наши же люди Потеряевские, тут будут поститься, а Потеряевские люди там поедят рыбу. Эти уставы-то, эти, они для чего-то даны, чтобы человек задумался. Я не вижу, где тут мой мир. Да, слава Богу. Все, знаешь, арбузов дали. Все у нас есть. Готовимся последней неделе. Последний раз мы субботнее благослужение провели. Последний раз будет у нас тут в воскресенье занятие. Последний раз поедут в Буканку, село Буканка на Благовестие. Все, последний, последний. А Бог даст, может быть еще когда-то что-то будет. Вот. Я пока маленько посмотрю, еще мне тут Валентина Пивень зашла. Ну, открывается до того медленно. Отрывается, прекращается. В Барнаута приедем, там полегче будет. Вот она, видишь, Валентина Пивень. Пивень, говорят, петух. Значит, Петухова по-нашему. Вот она пробуждает нас, чтобы мы тоже работали. Спаси ее, Господи. Видите, сколько людей вокруг нас. Хороших везде. У меня дядя говорил, да сам я никто, но зато друзья у меня хорошие. Вот Сергей Козлов появился. Кто его знал больной? Ну, все, все у меня захватил. Мне до того удобно с ним. Перекидывает, он там ставит, обращается. То за помощью, то помощников ищет. Как будто там работает целый отдел какой-то такой. Вот. А не болел бы, может быть, и не познакомились бы. Ну, еще возраст наш разный. Ему бы вера это нипочем. У него понятие просто замечательное. Его там уже давят попы, что со мной он знается. Ну, блаженны вы, когда имя ваше понесут, как не угодно, следующее ловещескому, надо благодарить Бога. Я благодарю, только людей это все равно жалко тех. Они, вот, просто они не знают ничего. Вот считаем притчу 1.7 и дальше, притчу Соломона. Только глупцы презирают мудрость и наставление. Глупцы, независимо от того, кто они. А тут как так, мирянин? Мирянин? Это как будто оскорбление какое-то, как колхозник. Дает наставление епископу Сергию. Ну, что дает-то? Во-первых, заголовок не я ставил-то. А вот как так может давать? Ну, так он мудрый человек. И он наставление любое принимает, будь он патриарх, хоть кто. Ведь должность, это не говорит, что у него с должностью сразу и знание. Знание договывается огромным трудом. И если ему это полезно, он примет. Нет, значит не примет. Но долбят-то не его, а меня уже сразу. Как так? Мирянин наставление дает. Удивительное дело. Ну, а какое звание-то было? Это мы, пророк, Иоанн Креситель. Да никакой он для них был. Они плевали на него. Бес в тебе говорили. Не пьет и не ест, и говорили бес в нем. И Христа так же поносили и распяли. Это теперь уже история показала, кто они такие. И сегодня вот они достают. Ну, просто жалко людей, которые ничего не знают. И кому-то ответить бы. А кому ответить? У них ни имени, ничего. Как-то они выставляют материалы. И вот цепляют все ему там, Бог, не Бог. О, я ее, Валентина, что тут пишет она? Я даже читать-то не вижу. Ну-ка, еще тут как сделать? Мир вам, Игнать Тихонович. Или повыше читать? Повыше, еще тут. Извините, Башкова ошиблась. Кстати... Ну, все это я читал. Вот это. Последнее. Прочитали. Мир вам, Игнать Тихонович. Еще в последнее видео на тему образов есть момент, когда вы говорите о Донбассе. Да. Я вспомнил, что в одном из последних видео, где-то пару недель назад, слушала, даже и мужу Борису этот момент дала послушать. Вы сказали, мысли о Донецке, куда якобы зашли наши украинские войска с четырех сторон. Да, это я говорю по радио. Радио передали, российское радио. Ну, я и сказал об этом, жалея людей. Ничего тут удивительного, нет армии. Ну, армия-то-то государство. А это ополченцы. Откуда ополченцы? Это явное дело, что кто-то там пришел со стороны, и русские не отрицают, что они там воюют. Я всегда говорил, за целостность государства нигде не позволят отделяться. Передали утром. Ну, я сказал, если зашли туда, теперь будет расправа. Это в любом государстве так бывает. И мне их жалко. И тех, и других жалко просто. Я молюсь за всех. И что дальше пишет? Ну-ка. И всех террористов побили. И теперь будут совершать суды и расстреливать кто за отсоединение. Так вот, эта информация неверная. Неверная. Потому что Донецк и сегодня остается практически оккупирован террористами и сепаристами нашей войска. Ну, правильно, правильно. В украинском... Информация какая у них и какая у нас, какая разница. Я-то сказал, потому что утром я выслушал передачу, Москва передавала, и сразу сказал, там будет такое. Поэтому мне жалко всех. Я встал на мою. А это естественно так всегда было. Неверные сведения. У них более верное. Ну и все. Дальше. Она же это понимает, что я это не выдумал. Украинские не победили в Донецке. И не было там факта, как вы сказали, никогда. А то мы обрадовались бы, что наши украинские войска победили тех бандитов и смерти прекратятся. Но этого нет пока что. Наши уже два или три раза объявляли перемирие, прекращение стрельбы. Бандиты нарушали, как фашисты, каждый раз. Видишь, а я тебе передаю все время, те нарушали. Ну пойми, я-то не утверждаю ни то, ни другое. Я знаю, что держать слово надо. И держать нужно очень крепко. Ты дал слово, Бог на небе, а ты на земле. Но если это неверное слово, да лучше бы Ирод нарушил клятву, чем убивать пророка. Она же, Валентина, понимает, что я сказал это ни в какой не в упрек, а жалея людей. Недобрую услугу своему народу людям в России сделала Росвласть, став инициатором войны в Украине. Посеяло плоды горькие на многие поколения. Если Бог позволит, жизнь еще быть на планете Земля. Я-то говорил с первого дня. Ни в одном государстве не позволят отделяться. По подозрению, он до Маскин попал, и тут же попал под молотилку, руку отрубили. Так был-то какой он, городоначальник, губернатор. Все, да? Все. Спасибо, Господи.